Здравствуйте! В эфире канала Россия. Итоговая информационная программа событий недели в студии Майя Хондокова. Сегодня день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Уважаемых работников агропромышленного комплекса Карачаева-Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Без преувеличения вы представители важнейшей отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны и региона. Мы неспроста называем агропромышленный комплекс одним из локомотивов развития Карачаева-Черкесии. Из года в год стабильно растем объем воловой продукции сельского хозяйства. В минувшем году в республике собран рекордный по объему урожай зерновых за последние пять лет. В разы увеличилось производство фруктов и овощей, выросла площадь плодовых насаждений. Нашей республике удалось войти в пятерку лидирующих субъектов России с наибольшим поголовьем овец и коз. Успешно налажен экспорт продукции со знаком Карачаева-Черкесии не только в другие регионы страны, но и за рубеж. Все эти достижения – результат кропотливой профессиональной и ответственной работы представителей отрасли и усилий региональных властей при поддержке Минсельхоза России. В Карачаево-Черкесии появится Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Об этом на этой неделе сообщил на совещании глава республики Рашид Темрезов. Основная цель – усиление работы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаева-Черкесии в части строительства, ремонта и реконструкции объектов капитального строительства в рамках нацпроектов и госпрограмм в структуре правительства республики. Какую работу проводит Центр по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии? Какие задачи подразделения выполняют и какие профилактические работы проводят? Об этом нашему корреспонденту Белле Джазаевой расскажет сотрудник Центра по противодействию экстремизму МВД по Карачаево-Черкесии Оксана Кочубеева. Здравствуйте, Оксана. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам на программу. Сегодня мы будем говорить о такой важной теме, как противодействие экстремизму и терроризму. И, конечно, для начала я хочу узнать у вас о деятельности Центра по противодействию экстремизму и о тех задачах, которые выполняются подразделением в системе МВД по Карачаево-Черкесии. Расскажите об этом. Здравствуйте, Белла. Очень мне приятно тоже находиться у вас здесь в здании ГТРК. Хотелось бы начать с того, что Центры по противодействию экстремизму в системе МВД являются достаточно молодыми структурами, которые были созданы для противодействия деятельности экстремистских и террористических организаций. 16 лет назад были созданы данные структуры указом президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года номер 1316 на базе Управлений по борьбе с организованной преступностью. Вопрос об усилении борьбы с экстремизмом и противодействию террористическим угрозам безусловно был принят после нескольких крупных терактов в начале 2000-х после захвата театра на Дубровке и трагедии в Беслане. На сегодняшний день важнейшими задачами Центра по противодействию экстремизму является выявление, пресечение, предупреждение и раскрытие преступлений террористического характера и экстремистской направленности, установление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших подобные преступления и установление лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций. Сотрудники нашего Центра, как правило, люди не публичные, но, тем не менее, это достаточно опытные, грамотные специалисты, которые не раз проявляли как профессионализм, так и настоящую самоотверженность. Особенно это необходимо было в те времена, когда на территории региона, да и в целом по стране действовали многочисленные незаконные вооруженные формирования, целью которых был захват власти и политический переворот. На сегодняшний день полицейские Центра совместно с коллегами из других правоохранительных структур и заинтересованных ведомств проводят комплекс оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий, которые нацелены на выявление и пресечение распространения экстремизма и терроризма на территории Карачаево-Черкесской Республики, а также на устранение причин и условий, которые способствуют их возникновению. Скажите, пожалуйста, какую конкретную работу проводит Ваше подразделение? В целом на постоянной основе сотрудники Центра проводят работу по нейтрализации террористических угроз, по выявлению спящих ячеек террористических и экстремистских организаций, также установлению отдельных лиц, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности. Так, за первое полугодие 2024 года Центром выявлено 56 преступлений, семь из которых террористического характера, шесть экстремистской направленности, остальные 43 – это преступления общеуголовного характера. Также за указанный период раскрыто 32 преступления, три из которых террористического характера, 10 – экстремистской направленности, остальные 19 – также общеуголовные. Также в 2024 году выявлено и рассмотрено в судебном порядке шесть административных материалов по статье 20.3 КОАП РФ за пропаганду и демонстрацию нацистской атрибутики или символики запрещенных экстремистских материалов и по статье 20.29 КОАП РФ за массовое распространение экстремистских материалов. Поскольку сегодня основным инструментом провокации на межнациональной почве является сеть интернет, а также распространение экстремистских материалов, на постоянной основе в целях своевременного реагирования на разжигание межнациональной розни и с целью недопущения распространения запрещенного материала проводится мониторинг информационно-телекоммуникационной сети интернет. Так, сотрудниками отдела информационного противоборства выявлено более 800 материалов, внесенных в федеральный список экстремистских материалов, которые в дальнейшем направлены для блокировки в федеральную службу по надзору в сфере связи, информации и массовым коммуникациям РФ, то есть в Роскомнадзор, с целью их дальнейшего изъятия из общего доступа. И с целью блокировки также в сети интернет выявлено около 400 материалов, которые содержали фейковую или иную информацию, направленную на дискредитацию вооруженных сил РФ. Часто ли вы проводите профилактическую работу, беседы в учебных заведениях республики по противодействию терроризму, экстремизму? Стоит отметить, что в большей степени экстремистские проявления как раз-таки распространяются именно в молодежной среде. Связано это с тем, что данная социально-возрастная группа подвержена психологии максимализма и подражания. Проявляется молодежный экстремизм как массовое явление в отрицании установленных в обществе норм и правил. Поэтому профилактике и недопущению вовлечения подростков в террористическую и экстремистскую среду центрам придается особое значение. Мы считаем, что все-таки эффективнее работать на опережение, то есть предупредить ребенка о имеющихся угрозах, не допустить его вовлечения в деструктивные структуры и не дать ему возможность заинтересоваться разрушающими идеологиями. Уже на данный момент центром проведено более 80 профилактических встреч с учащимися средних, среднеспециальных и высших учебных заведений, с трудовыми коллективами министерств и организаций Карачаева Черкесской Республики. В ходе встреч присутствующих мы рассказываем о понятии экстремизма, какие действия будут носить экстремистский характер, какая ответственность административная и уголовная предусмотрена за преступления и правонарушения экстремистской направленности и террор характера. Мы стараемся дать рекомендации, как не стать жертвой фейковой информации в сети интернет, ну и, конечно, в условиях сложной политической обстановки рассказываем, какая ответственность предусмотрена за публичные действия, направленный на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Также в своей работе мы ребятам стараемся именно на реальных примерах показывать, каким результатом приводит деструктивная деятельность. Отвечаем на все их интересующие вопросы, а их порой бывает достаточно много. В своей работе мы активно сотрудничаем с заинтересованными ведомствами и с духовенством. Например, с Министерством по делам молодежи нами был проведен семинар по созданию позитивного, патриотического, антитеррористического и антиэкстремистского контента в сети интернет. Встреча проходила с представителями студенческих медиа-центров Северокавказской государственной академии и подведомственного ЕИ среднепрофессионального колледжа. Надо отметить, что практика проведения подобных мероприятий в Карачаево-Черкесской республике вошла в топ-10 лучших практик в Российской Федерации по содействию в создании позитивного и профилактического контента. В июне в рамках фестиваля «К Дню молодежи» мы также с Министерством по делам молодежи провели акцию под названием «Вместе против террора». Подготовлено более 100 тематических брелков, пропагандирующих противодействие экстремистской деятельности и призывающих к протесту против террора, которые мы раздали нашим жителям в рамках фестиваля. Где-то в своей работе мы стараемся подойти творчески к профилактике, так, например, как к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который у нас ежегодно отмечается 3 сентября в Российской Федерации. С сотрудниками центра был организован и проведен конкурс детского рисунка под названием «Мы против терроризма, мы выбираем жизнь», по итогам которого авторы лучших работ были награждены дипломами и памятными подарками. В целом, по инициативе руководства центра в целях недопущения распространения религиозного экстремизма среди населения, нами проводятся совместные мероприятия с представителями традиционных конфессий в формате рабочих встреч с целью обеспечения контроля и отслеживания обстановки в сфере межнациональных отношений. А каких преступлений в последние годы стало больше? С каждым годом закономерно растет количество преступлений, которые совершаются в сети интернет. Чаще всего это размещение информации, которая содержит в себе признаки публичного оправдания терроризма, которая призывает к экстремизму, к экстремистским действиям и нацеленная на разжигание национальной, религиозной, политической ненависти и вражды. Благодаря мониторингу информационного пространства подобные факты выявляются, проводится работа по сбору и фиксации данной информации, затем собранные материалы направляются в органы предварительного следствия с целью принятия решения о возбуждении уголовных дел. Надо сказать, что сеть интернет является практически идеальным инструментом пропаганды террористической и экстремистской идеологии. Связано это с возможностью широкого охвата аудитории, анонимностью размещения материалов, высокой скоростью и быстрым характером распространения материала, а также с возможностью без каких-либо финансовых вложений анонимно создавать собственные пропагандирующие интернет-ресурсы. Поэтому в наше время интернет активно используется террористическими и экстремистскими организациями, радикально настроенными группами для вербовки в свою деструктивную деятельность молодежи и для пропаганды своей идеологии. Для этого они используют практически все популярные социальные сети, интернет-ресурсы, такие как ВКонтакте, Одноклассники, Ютуб, Инстаграм, и, безусловно, используют все их возможности для распространения своих идей. Это репосты, направление видеоматериалов, фотоизображений. Учитывая, как активно на сегодняшний день распространяются запрещенные материалы в сети интернет, хотелось бы обратиться к нашим жителям, в частности к родителям, чтобы они чаще обращали внимание на то, где сидят их дети, чтобы они не стали участниками запрещенной экстремистской деятельности и, в худшем случае, не стали ее распространителями. Ну что же, Оксана, я благодарю вас за полную информацию и желаю вам успехов в работе. Спасибо. В Черкесске прошли масштабные всероссийские командно-штабные учения, посвященные 92-й годовщине образования гражданской обороны России. Пострадавшим в ходе условного теракта оказали экстренную помощь бригады Центра медицины, катастрофы и команды нештатных формирований. А алгоритм их действий оценивала экспертная комиссия. С полей учений репортаж Ватимы Дауровой. Тема сегодняшних учений – отработка действий различных структур в случае чрезвычайной ситуации. Свой профессионализм должны были продемонстрировать представители службы медицины катастроф, сотрудники подразделений регионального управления МЧС России. Главная цель заключалась в организации лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации медико-санитарных последствий условного чрезвычайного происшествия. Этап организован на оказание медицинской помощи пострадавшим. Условно вводное будет это наличие пострадавших при взрывах и обрушениях зданий и конструкций. Учения будут проводиться среди нештатных медицинских формирований, которые обеспечивают мероприятия гражданской обороны и участвуют в чрезвычайных ситуациях. Для этого мы собрали все нештатные врачебно-сельсинские бригады муниципальных образований. И в плане проведения тренировки и соревнований привлекли их сюда. В ходе тестового контроля у сотрудников оценивали теоретические и практические знания в ситуационной задаче и отмечали оперативность и алгоритм действий при медицинской сортировке раненых. Бригады соревновались в скорости оказания первой помощи пострадавшим и реанимационных мероприятиях. Татьяна, лекопластырь. ЧСС-100, ЧДД, 21. Иголку крепим. Вокруг. Вокруг. Иголку крепим. Вот это крепи. Вот это. Такие учения позволяют подготовиться к критическим ситуациям и повысить эффективность действий всех причастных для устранения последствий, считают специалисты, которые сегодня выступили в качестве экспертов. Те бригады, которые уже поучаствовали, в общем, удовлетворительно все. Есть, конечно, нюансы некоторые, но в общем, я могу сказать, что молодцы. И быстро, и грамотно, и четко все делают. Наша задача – как можно больше спасти жизни, потому что бывают ситуации, когда никто, кроме нас, помочь не сможет. Именно поэтому мы постоянно тренируемся оказывать помощь, делятся участники соревнований. Мы первый раз участвуем в подобном мероприятии. Конечно, это волнительно, поскольку первый раз. Но, конечно, мы были настроены, были подготовлены. Считаю, что мы хорошо справились, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и эвакуировали его с места ЧС. Мы, конечно, все это проходим в институтах, но все это в голове не держится, потому что это не наша специфика. А благодаря таким учениям, конечно, мы все это вспоминаем и даже где-то дорабатываем, где-то даже, наверное, новое узнаем для себя. Ну, конечно, элемент волнения был. Мы, может быть, если камеры и присутствие наблюдателей, конечно, они тоже сыграли свое влияние на наше выступление, но мы старались изо всех сил. И надеюсь, что наши пациенты оказались в хороших условиях, и мы их все-таки доставили в нужное время и с наименьшими потерями. Не дай Бог, при наличии вот таких ситуаций, как вы думаете, ваша бригада справится? Мы, конечно, надеемся, что это не пригодится, но если будет ситуация, надеюсь, что мы все приложим все усилия, чтобы выполнить с честью. Проведение данного мероприятия позволило проверить возможности, имеющиеся в регионе, для оказания медицинской помощи пострадавшим в случае крупномасштабной чрезвычайной ситуации. По итогам соревнований профессиональные действия экстренных медицинских служб были оценены высоко. Медики Усть-Джигутинской ЦРБ были признаны лучшими. Следом идут коллеги из Урубского района. Ну а замыкает тройку лидеров врачи Хабетской центральной больницы. Фатима Дорова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Имя Исмаила Якубовича Акбаева более века назад засияло на небосклоне Карачаево-Балкарского просвещения и до сих пор его ум, благородные поступки и доброе сердце восхищают потомков. Просветителю Северного Кавказа, духовному лидеру Карачаева-Черкесии и основателю газеты «Карачай» и первопечатнику мемориальную доску открыли в его родном ауле Верхняя Тиберда. Об удивительном человеке и бескорыстно служившему своему народу в специальном репортаже Аллы Динаевой. У дома Чукуная-Эфензи, как его любовно называли в народе, сегодня много гостей, не только жителей Верхней Тиберды, которые собрались на открытие мемориальной доски. Духовный лидер, поэт, автор учебников родного языка, общественный деятель, организатор первой в Карачаево-Черкесии типографии и крупный хозяйственник. Один из инициаторов развития тибердинского курорта и основатель первых национальных газет в республике Исмаил Акбаев родился в 1874 году в семье Якуба-Эфензи, вероучителя начальных училищ школ в Учклане и селении Тибердинском. В 12-летнем возрасте был направлен отцом для обучения в Балкарию, а 4 года спустя Исмаил продолжил образование в Казани и Крыму, посетил Баку и Тифлис. Овладел арабским, турецким и кабардино-черкесским языками, разбирался в естественных науках, хорошо знал классику восточной литературы. Вернувшись на родину, Исмаил Якубович стал вероучителем местной школы, а в 1905 году в качестве старшего эфензи возглавил мусульманскую общину аула. Он стал инициатором открытия первой в Карачае школы для девочек. Исмаил Акбаев переложил на родной язык в стихотурной форме основы вероучения, которое в 1912 году издал под названием «Иман-Ислам», а в 15-м году цикл «Зикров-Малут» собственного сочинения. Его перу принадлежит и ряд нерелигиозных поэтических произведений. Исмаил Акбаев стал реформатором родного языка и возглавил группу, составившую новый алфавит на базе арабской графики. На ее основе издал в Тифлисе первый в истории карачаево-балкарский учебник «Анатель Родная речь». Успешно вел чук на эфензи и семейное хозяйство, что позволяло ему заниматься благотворительностью, помогал школе ее учащимся, выделял средства на ремонт дорог, мостов, мечети. С 1917 года он вновь в местной школе преподает родной язык. При советской власти Исмаил Акбаев активно включился в работу по ликвидации безграмотности в аулах карачаев, сдал добровольно все свое имущество государству и в 1922 году переехал жить в Баталпашинск, где продолжил свою педагогическую литературную деятельность и работал над созданием областной типографии для издательского дела на языках коренных народов и выпустил в этой типографии первую часть нового переработанного издания «Букваря, родная речь, азбука», а после и вторую часть. В 1923 году в Баталпашинске на съезде мусульманского духовенства Исмаил Эфензи был избран председателем президиума съезда. В этот памятный день на родине многих ученых, мастеров слова и добродушных горцев, всех собравшихся в солнечной тиберде поприветствовал глава Верхней Тиберды Али Мурат Байчуров. А имам аула Али Джукаев совершил дуа по умершим, которые посвятили свою жизнь процветанию религии и служению своему народу. Поздравляю вас с таким событием, знаменателем, познаменованием нашего великого земляка, жителя нашего аула, просветителя, духовного лидера не только Карачаева, Черкесии, но и всего Кавказа, Северного. Спасибо вам за такое отношение к нашему односельчанину. Акбаев один из первых просветителей, который создал азбуку карачаевского языка, который возглавил первую газету «Карачай». Этим самым он внес огромный вклад в будущую культуру карачаевского народа, развитию его языка, его истории, его традиции. Для работников газеты «Карачай» открытие мемориальной доски просветителю имеет особое значение и не только по значимости, а еще потому, что оно приурочено к столетию печатного издания, отметила ее руководитель Салима Каркмазова. Всем уже известно, что нашей газете буквально через пару недель исполняется 100 лет. Но сегодняшнее мероприятие доказывает, что нашей газете фактически больше. 19 октября 2024 года – это официальный день рождения газеты. А благодаря Чокуна Апенды Акбаеву Исмаилу еще в 1919 году уже была заложена основа газеты «Карачай». Так и называлась эта газета «Карачай». Инициаторам и организаторам данного мероприятия вручили почетные грамоты Миннация, общественных организаций республики, фамилии Акбаевых и не только. Право открыть мемориальную доску предоставили внучатому племяннику-просветителя и главе аула Верхняя Циберта. Теплые воспоминания у аульчана ставила и дочь Чокуна Апенды Рима. Я знаю эту семью, давно знаю, с детства. Я тут рос, я тут играл с детства. Я знаю Риму, знаю ихнюю мать. Она нас постоянно кормила, там хвалила. Ну, учила же. Даже писать учила, читать учила она. Она тоже очень громадная была. И она всегда мечтала, чтобы вот эта мемориальная доска открылась здесь. Но, к сожалению, ее нету. Но мы эту мечту сделали. Вот эта мечта сбылась уже. Очень трудно в таком коротком интервью сказать о нем то, что хотелось бы. Но одно мы знаем, что он имя свое вписал в сокровищницу карачаево-балкарского народа золотыми буквами. Всю свою жизнь он посвятил честному служению своему народу. Все, что у него было, он отдавал народу как свое сердце и также свои знания. Он столько он сделал для карачаево-балкарского народа, что очень сложно передать словами. А затем участники мероприятия собрались за круглым столом, который посвятили столетию газеты Карача и 150-летию просветителя Исмаила Акбаева. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Кращево-Черкесия, Тиберда. Итоги работы за год. Достижения, проблемы и перспективы развития. В Черкесске состоялся ежегодный отчетный сбор атамана Баталпашинского казачьего общества Валерия Дедука. Подробности у Али Баташева. Торжественный внос знамени казачьего войска. Молитва перед началом сбора. Казаки сохраняют верность традициям, переданным предками. Залог успешного развития взаимодействия с органами власти, религиозными и общественными организациями. В начале этого года главой региона был подписан указ о реализации в республике стратегии государственной политики в отношении российского казачества. Завершается формирование региональной нормативной базы, которая позволит казакам нести государственную службу и обеспечить формирование эффективного механизма взаимодействия казачьих обществ с органами государственной власти и местного самоуправления. Руководством республики поддерживаются инициативы казаков, направленные в том числе на сохранение мира и межнационального согласия, стабильности общественно-политической обстановки в регионе. Об итогах работы за год рассказал атаман Баталпашинского казачьего общества Валерий Дедук. 144 казака из Карачаева, Черкесии участники СВО. Шестеро добровольцев удостоены государственных наград. Некоторые посмертно. Память погибших в спецоперации почтили минутой молчания. Докладчик рассказал о проводимых в течение года мероприятиях воспитания и образований казачьей молодежи. Правительство Карачаево-Черкесии тоже сделало очень много для того, чтобы наши казачата учились как минимум. У нас в году обеспечено финансирование на 12 учебных мест в Южно-Российском лицее казачества и народов Кавказа. В течение года с казачьей молодежью школьного до призного возраста проводятся мероприятия по военно-патриническому воспитанию. Атаман призвал казаков больше уделять внимание своей духовной жизни, привлечению молодежи в казачье общество, создавать каналы в соцсетях. Он выразил благодарность казакам, которые защищают интересы Отечества на Донбассе, помогают фронту, трудятся во благо развития Родины и своего народа. Я хочу выразить в первую очередь благодарность руководству республики за то признание важности и нужности казачества на территории Карачаева-Черкесии, за признание казачества частью социума Карачаева-Черкесской республики, за те шаги, за те действия, за те намерения, которые делаются властью в отношении казачества. Только единственная сплоченность в нашем обществе не позволит никогда сломать нас, раздробить и победить нашу великую страну. По итогам сбора работа атамана Баталпашинского казачьего общества Валерия Дедук была признана удовлетворительной. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения. Всего доброго и до встречи.